по поводу недельной главы очень важный момент у нас есть правило что благословление любое считается благословением если в нем есть упоминание царства всевышнего то есть не не может быть благословление браха не называть если там нет упоминания царства всевышнего так есть единственное исключение когда у нас есть благословление в котором царство всевышнего не упоминается какое-то благословление это первое благословление в шму найс это называется берката вот благословление отцов там слово мэлех царь не упоминается комментаторы говорят что вместо вместо мэлэх царь там есть лукей авраам лукей и цхак в лукей яков бог авраама бог и цхака бог яков более того мошер а бейну когда представляется всевышнему когда мошер а бейну представляется все еще не могу он говорит кто я лукей авраам элукей и цхак в лукей яков зешми это моим как-то в этом мире царство всевышнего должно проявляться только через людей все еще не может проявиться если нет людей которые несут информацию и несут поведение которое показывает что он их царь авраам и цхак в яков авраам в первую очередь и цхак в вторую яков в третью создали понятие царства всевышнего и написано что они были миркова лишь хина они были повозка для присутствия всевышнего в этом мире без них как будто бы не было присутствия всевышнего в этом мире и еврейский народ тоже сейчас является миркова лишь хина в тот момент когда есть люди которые говорят что всевышний царь это и есть царство всевышнего поэтому даже раньше чем всевышний он бог мощный сильный милосердный страшный бог высший до причина всех причин раньше этого в мышь в шму на если шму на если в главе в молитве амида употребляем что всевышний он бог авраама и цхака яков почему потому что через этих людей выражается царство всевышнего это то что имеется в виду в недельной главе написано в ее браха и будет благословление 6 4 браха для того чтобы было браха нужно чтобы было упоминание царства но в в этой брахе которая называется магена врагам 1 браха брахами до 1 браха начало начало молитвы 18 благословлений там по идее нет брахи но всевышний в дельной главе сказал в ее браха это будет браха почему потому что у меня есть упоминание меня как бога авраама и цхака век это мы должны понимать что когда мы молимся шму наисры и луке авраам всесильные авраама всесильный и цхака всесильные якого они создали в мире авраам через качество милосердия и цхак через качество богобоязненности яков через качество торы они показали мощь силу и власть всевышнего в этом мире и без них этого как будто бы не было всевышний в этом мире не было него микро волюшкина не Не было у него повозки для его присутствия в этом мире. Они это создали, и из них пошел еврейский народ, который продолжает эту функцию. Спасибо большое.